МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Авария на дороге возле дачного поселка. Автоматизированная система безопасности перевозок «Дилижанс». А сейчас об этих и других событиях подробнее. 6 июня в администрации прошло плановое оперативное совещание главы с руководителями комитетов и муниципальных предприятий города. Подробности в нашем сюжете. Перед началом совещания глава Андрей Шубин и начальник отдела по соцзащите населения Злата Бриллиантова вручили награды победителям конкурсов по охране труда. По подведению этих итогов у нас еще благодарственные письма пришли от Департамента Смоленской области по социальному развитию, который мы сейчас в торжественной обстановке хотим и вручить. Значит, благодарственным письмом Департамента Смоленской области по социальному развитию награждается Акционерное общество Атомтранс, награждается муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад Теремок. Они у нас в городском смотре конкурсы стали победителями. И вот благодарственное письмо от Департамента Смоленской области. Название «Лучший уполномоченный по охране труда по итогам 2016 года» награждается Герасима Елена Михайловна, музыкальный руководитель муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад Аленка. Комиссия по награждению сообщает о приеме документов от предприятий и общественности города для рассмотрения кандидатур для занесения на доску почета. В соответствии с положением на доске почета муниципального образования занесение на доску почета является форма общественного признания морального впечатления достижения в решении экономически значимых для жителей города задачи. Весомый вклад в социально-экономическое и культурное развитие города. Документы просит комиссия предоставлять не позднее 1 июля текущего года. Вся информация о проведении конкурса и рассмотрении документов находится на главной странице сайта администрации муниципального образования. Коммунальные службы работают в штатном режиме. Продолжается ремонт на тепловых сетях города. Председатель комитета по образованию Рима Овечкина доложила о достижениях школьников в прошлом учебном году. Мы продолжаем подравлять наших учеников и учителей, которые принимают участие как в международных конкурсах, так и в конкурсах, которые идут по линии Русатома. Так, например, мы получили информацию о том, что Козлова Дарья и Кукин Никита стали победителями конкурса «Юные педагоги школы Русатом». Впервые проводился этот конкурс. Всего было 133 заявки из 17 городов в присутствии атомных станций. И вот наши два ребята стали победителем. И сейчас мы готовим на них документы для направления их на всероссийский детский лагерь «Океан. Город Владивосток», в котором будут они отдыхать в августе месяце. И вчера на базе ДК «Никрина» в присутствии заместителя директора Совета Ледкова Анатолия Александровича у нас прошла церемония награждения наших детей участников международного конкурса «Детская фотография в объятиях природы». Хотелось бы еще раз напомнить о том, что в городе стартовал проект «Слава Созидателям». в создании видеороликов об истории нашего города, об истории семьи, об истории человека, гражданина Десноводска, который строил этот город и строил атомную станцию. Те письма, которые мы направили в адрес руководства предприятий и учреждений, мы получили ответную реакцию. У нас есть кандидатура о геологии, но, к сожалению, не все так активно еще отразвались на нашу просьбу. Поэтому хотелось бы обратить внимание и всех присутствующих здесь, и руководителей учреждений, предприятий, дать возможность нашим детям написать историю о нашем городе. Комитет по культуре приглашает десногорцев на празднование Дня России в 18 часов 12 июня на центральную городскую эстраду. В областной администрации на заседании межведомственной комиссии обсудили вопросы демографической ситуации и проанализировали причины смертности в регионе. В первом квартале 2017 года смертность на Смоленщине снизилась почти на 3%. Чаще всего смоляне умирают от болезней системы кровообращения и от онкологии. На мероприятии также присутствовал руководитель Департамента здравоохранения Владимир Степченков, который заявил, что в последние несколько лет печальную статистику удается сдерживать благодаря совместной работе органов власти и учреждений здравоохранения. 1 июля в Смоленской области, согласно утвержденной правительством России, индексации повысятся тарифы на коммунальные услуги. Совокупный платеж потребителей увеличится в среднем почти на 4%. Максимальный рост составит чуть больше 6%. Об этом сообщил начальник Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности и тарифной политике Олег Рыбалко. 8 июня исполнится 316 лет со дня создания социальных служб России. Накануне Дня социального работника в культурно-досуговом центре Смоленска-Губернский состоялось торжественное собрание, на котором чествовали лучших представителей профессии. На сегодня в регионе в сфере соцзащиты населения трудится более 6 тысяч специалистов. Под их опекой находятся тысячи смолян. В торжественной обстановке благодарственными письмами и грамотами наградили более 50 работников соцучреждений, отдавших профессии несколько десятков лет жизни. В Десногорске всегда оказывается особое внимание ветеранам Великой Отечественной войны, как со стороны администрации, так и градообразующего предприятия Смоленской АЭС. В администрацию города неоднократно поступали обращения от ветеранов, которым трудно добираться до своих дачных участков. О том, как решилась эта проблема, в нашем следующем сюжете. Глава города Андрей Шубин рассмотрел обращения ветерана Николая Тимофеева и провел переговоры с транспортной компанией. Два года назад я вышел с инициативой на администрацию города о заключении взаимного соглашения по перевозке отдельной категории граждан о бесплатной перевозке. Это ветераны Великой Отечественной войны, участники, вдовы ветеранов и жители блокадного Ленинграда. Недели две назад глава администрации Андрей Николаевич Шубин вышел с просьбой об расширении этого соглашения и в рамках соглашения и проекта гражданин страны Росатом. Увеличение количества перевозок для ветерана Великой Отечественной войны Тимофеева Николая Кирилловича. Соглашение было заключено с нами. Теперь все лето ветеран с семьей будет иметь возможность доехать на свой дачный участок три раза в неделю на такси. С этой просьбой он обратился в администрацию и председатель комитета солдатских матерей Рожкова Валентина Михайловна тоже оказал содействие, оформил все документы. И Шубин Андрей Николаевич пошел на встречу этой просьбе и сделал это возможным для наших ветеранов. Огромное спасибо. Благодарность просто не знает границ. Я очень доволен. Спасибо за все внимание, как участник войны. Не зря я здесь воевал. Спасибо вам всем за четкое внимание. Это соглашение теперь будет действовать бессрочно в рамках социального проекта «Гражданин страны Росатом». 7 июня на территории Смоленского, Починковского, Ельнинского, Рословского районов и в городе Десногорске специализированная рота ДПС ГИБДД оперативного реагирования УМВД России по Смоленской области проведет сплошные проверки. Особое внимание будет уделяться грубым нарушениям правил дорожного движения, а именно управления транспортным средством в нетрезвом состоянии, выезду на полосу встречного движения, проезду на запрещающий сигнал светофора, нарушению требований перевозки детей-пассажиров и другим. 6 июня на дороге, ведущей к дачному поселку Кукуевка, произошло дорожно-транспортное происшествие. Подробности далее. Около 12 часов дня на 8-м километре автодороги Десногорск-Кукуевка водитель автомобиля Лифан из-за своей невнимательности оказался в кювете. Он, наверное, там зацепил обочину и ушел сюда. Так не ездит. Куда летишь? Дорога, тем более. Проезжающие мимо десногорцы не остались безучастными к случившемуся. Водителю помогли выбраться из опрокинутого автомобиля. Скорая помощь и спасатели подоспели вовремя. Мужчина был госпитализирован в медсанчасть. Причину дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники госавтоинспекции. Вяземская пилотажная группа «Русь» отмечает 30 лет. За это время пилоты более 400 раз удивляли своим мастерством зрителей на различных авиашоу как на территории России, так и в Белоруссии, Украине, Латвии, Эстонии, Польше и Чехии. Пилотажная группа «Русь» – это команда мастеров синхронного пилотажа международного уровня. Летчики эскадрильи – единственные в России выступают на учебно-боевых самолетах Л-39 «Альбатрос». И в завершении выпуска новости «Росатома». Разработка российских атомщиков сделает грузовые перевозки 100% безопасными. Специальные системы слежения и контроля, с помощью которых вот уже более 20 лет транспортируют ядерные материалы, выходят на рынок гражданских грузоперевозок. Эффективность этого оборудования доказана самой жизнью. Вот уже более 10 лет автоматизированная система безопасности транспортирования используется корпорацией «Росатом» при перевозке ядерных материалов. Комплекс видеокамеры датчиков обеспечивает максимальный контроль за состоянием груза и позволяет оперативно получать информацию о любых внештатных ситуациях. Например, о возникновении пожара в грузовом отсеке или попытке проникновения в него. При открытии двери срабатывает датчик и информация поступает персоналу, охраняющему этот вагон. Ну, допустим, мы... Внимание! Сработал датчик Г-17 в вагоне 1. Дверь там дурная. Внимание! Это попытка проникновения в грузовой вагон. Следует отметить, что данный сигнал в автоматическом режиме поступает в диспетчерский пункт предприятия «Росатома» и внутренних войск. Сегодня ядерные технологии встают на службу гражданских транспортных перевозок. Корпорация «Росатом» вывела на рынок систему комплексного мониторинга «Дилижанс». Она позволяет решать практически весь ряд задач, стоящих перед коммерческими перевозчиками. В частности, следить в режиме онлайн за местонахождением груза и контролировать его сохранность. Тут можно формировать эшелон из любых вагонов. Причем, только лишь в одном вагоне сидит персонал, другие грузовые вагоны могут на любых станциях подключаться, отключаться, и все они находятся под охраной. Контролируется сам режим транспортирования, то есть контроль транспортных букс и возгорания. Возможности системы «Дилижанс», разработанные российскими атомщиками, уже оценили в почте России. Компания заключила контракт с корпорацией «Росатом» на техническое оснащение 108 грузовых железнодорожных вагонов оборудованием для мониторинга. Этот первый коммерческий успех создатели «Дилижанса» планируют развить, предложив транспортным компаниям системы безопасности и контроля не только для железнодорожных, но и для автотранспортных перевозок. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова